Всем привет, на связи МК. Мы живем в интересное время. Если еще пять лет назад на интегрированные видеокарты никто внимания не обращал, то сейчас их вполне серьезно считают игровыми решениями. На их базе создаются консоли, типа новомодной портативки Steam Deck от Valve, в стройке спокойно тянут видео в 4К, онлайн-игры, а AMD обещает нам, что их новые интегрированные видеоядра вообще обгонят среднеуровневые дискретные видеокарты, которые стоят сейчас непомерно дорого. Сегодня поговорим с чего все начиналось, к чему мы идем и почему наше будущее может стать интегрированным. Поехали! Встроенная графика или iGPU далеко не современное изобретение. Еще в 2002 году существовала линейка видеоядер Intel Extreme Graphics в процессорах Pentium 4 и Celeron. Разумеется, ни о какой серьезной вычислительной или игровой мощности речи близко не шла. Такие iGPU были нужны для офисных ПК, чтобы просто хоть как-то выводить картинку без покупки дискретной видеокарты. Предел таких решений – это отрисовка графического интерфейса системы и офисного пакета. Поиграть на них можно было разве что в проекты 90-х годов. И что удивительно, за последние лет 10 ситуация практически не менялась. Да, интегрированная графика продолжала развиваться и становиться быстрее, но все еще она оставалась на уровне лишь минимально комфортной работы с современными на момент выхода системами и офисными программами. Так, наверное, многие алды помнят графику Intel GMA, которая ставилась в различные процессоры Core Duo, а может кто-то на них до сих пор сидит. Вторая половина нулевых была известна тем, что графические технологии развивались семимильными шагами и нередко даже быстрые видеокарты двух-трехлетней давности просто не могли запустить новенький Crysis из-за нехватки каких-нибудь пиксель-шейдер. Чего уж говорить об интегрированной графике. На ней даже Half-Life 2 умудрялась выдавать кислотный трип, и редко какая более-менее современная игрушка могла нормально работать на GMA в стройках. Но, повторюсь, тогда это всех устраивало. Для офисных ПК таких видеокарт вполне хватало, что не могло не радовать бизнес, экономивший на закупке дискрета. Как геймеры, они уже привыкли, что интегряшки ничего не могут и полноценная видеокарта просто необходима для комфортной работы. Более-менее серьезные подвижки в развитии iGPU начались лишь в середине десятых. На этот рынок с двух ног влетела AMD со своими процессорами A-серии, которые комплектовались полноценными, пусть и сильно урезанными видеокартами Radeon. И это моментом снимало все проблемы с драйверами и графическими артефактами. Но и тут не взлетело. Нет, серьезных проблем с производительностью не было. APU, то есть CPU со встройкой у AMD получились годными, и быстрые представители типа A10 7800 вместе с Radeon R7 вполне могли на минималках в Full HD тянуть хиты тех лет, такие как GTA 5 и Dying Light с консольным FPS. Однако пользователи тогда это особо не оценили. Все дело в том, что у AMD лучшими процессорами на тот момент были вечные FX и IPU базировались именно на них, имея при этом максимум четыре ядра. Как итог, производительность у них была лишь слегка быстрее двухъядерных Pentium, а это значит ни о каком апгрейде на дискретную видеокарту в будущем речь и не шла. Ну а в офисных ПК такая мощная интегрированная графика была просто не нужна. Даже простенькая HD Graphics 3000 легко справлялась со всеми нужными задачами. У Intel's Iris тогда тоже не взлетела. Многие наверное уже забыли про экспериментальное пятое поколение процессоров, а ниже Broadwell. И это не удивительно, в него входило всего два десктопных решения Core i5-5675C и Core i7-5775C. Интересны они были тем, что получили аж 128 мегабайт кэша четвертого уровня и мощную интегрированную графику Iris 6200. Да, к интегряшке претензий не было, Iris вытягивала VHD с 30 кадрами даже третьего Ведьмака, а вот сами процессоры подкачали. Новый 14-нанометровый техпроцесс тогда был еще не обкатан, так что даже 4 ГГц в стоке достичь не получалось. Как итог, решения четвертого поколения были нередко быстрее и даже новый кэш четвертого уровня не спасал. Так что вполне логично, что пользователи не видели смысла в переплате за мощную интегряшку ценой падения процессорной производительности, особенно когда GTX 750Ti продавалась практически на каждом углу и стоила копейки. И с тех пор на несколько лет все затихло. APU от AMD худо-бедно покупали из-за приятной цены, но нормально тянуть игры из-за слабой процессорной части они перестали достаточно быстро. Intel же вообще забыла про эксперименты, оставив ирис для топовых ультрабуков, где такая графика действительно имела смысл. И вполне возможно все так дальше бы шло, не случись с первой волной майнинга, когда с полок стали исчезать видеокарты, а оставшиеся предлагались по двойной цене. Многие геймеры вполне логично решили переждать это смутное время. Но время шло, ситуация меняться не спешила, а играть хотелось. Облачный гейминг тогда был развит слабо, брать консоли с конскими ценами на игры тоже не хотелось. Что делать? И тут пользователи стали вспоминать про интегряшки. В случае с Intel геймеров ждала птичка обламинго. Да, новенькая UHD Graphics 630 вполне могла воспроизводить даже 4K видео с YouTube на слабых мобильных процессорах, но в играх с ней все было очень печально. Нет, конечно, CSGO и танки, которые идут на любых дровах на такой интегряшке худо-бедно играбельные по сей день, но побегать Геральдом даже в HD на самых минимальных настройках графики получится разве что при 20 кадрах. И тут снова влетает AMD. Какой-никакой спрос на их старые APU был, как и желание не терять этот рынок, тем более что в 2017 году FX уже совсем перестали приносить компании прибыль. Итогом стали решения Ryzen линейки G с полноценными четырьмя ядрами на свежей архитектуре Zen и с отличными интегряшками Vega. В этот раз AMD попала просто в точку. По процессорной части тот же Ryzen 5 2400G давал подзатыльник четырехъядерным Core i5 тех лет, а Vega 11 позволяла поиграть во все хиты не только в HD, но и нередко в Full HD. Да чего уж там, даже сейчас, спустя четыре года, эта интегряшка умудряется тянуть новинки, даже бога войны на ней можно пройти. AMD смогла найти точку G у бюджетных геймеров и с тех пор старается держать руку на пульсе. Так уже в нашу затяжную вторую волну майнинга компания выпустила Ryzen 5000G, имеющий и по 6 и по 8 ядер, а частоты в век улетели аж за 2 ГГц, как вам возможность поиграть без дискретной графики в киберпанк в Full HD, теперь это реально. Конечно, несколько омрачает картину стоимость таких APU, но стоит взглянуть на ценник той же GTX 1050 Ti, как все встает на свои места. Мониторить цены очень удобно на e-каталог, там и характеристики можно посмотреть и сравнить с конкурентами и динамику стоимости проанализировать. В описании я добавлю ссылки на все процессоры Ryzen со встроенной графикой. Переходя по ним, вы сможете ознакомиться со всеми моделями и найти лучшие цены, не только на процессоры. Ваши переходы поддерживают наш канал, даже если вы ничего не покупаете, ссылка на e-каталог в описании. А как там дела у Intel? На десктопном поприще никак, и это понятно. Последние несколько лет компания всеми силами пыталась не отдавать AMD большую долю рынка, и лишь вышедшие несколько месяцев назад Elder Lake действительно могут конкурировать с Ryzen 5000, так что Intel тут явно было не до мощных iGPU в десктопах, но не в лэптопах. В ноутбуках ситуация ровно противоположная – любая дискретка – это лишний жор, вес и нагрев, да и требования у мобильных пользователей обычно ниже. Поэтому здесь энергоэффективные и мощные интегряшки правят балом. Intel это понимает и в 10-м поколении делает линейку Iris встроенной графикой по умолчанию, а в 11-м поколении прокачивает ее до XE. И это просто победа. Если популярная UHD 630 имеет лишь 24 потоковых процессора, то XE вплоть до 96. К тому же подросли частоты, да и архитектура серьезно поменялась. Как итог, на такой ноутбучной графике можно замахнуться на реальный мультиплеер в Battlefield V Full HD с низкосредними настройками графики, получая под 40 fps. А с учетом того, что такая графика ставится именно в мобильные процессоры с теплопакетом всего 15-25 Вт, ее быстро взяли на вооружение производители консолей – GPD Win 3, OnX Player 1S. С учетом небольших экранов, XE может выдавать на них очень хорошую картинку. AMD в ноутбуках тоже не лыком шито, ее мобильный Ryzen с Vega также неплохо тащат, хуже, конечно, чем Intel XE, но зато и цена ниже. Однако туз в рукаве компании есть – это интегряшки на базе архитектуры RDNA 2. Да, именно той, что прописалась в последних видеокартах RX 6000 серии и новых Xbox Series и PlayStation. И первой ласточкой стала портативная консоль Steam Deck. Valve здраво рассудила, что процессоры от Intel с хорошей интегряшкой стоят дорого, а вот AMD – мастера создавать кастомные чипы. Сердцем портативки стал четырехъядерный APU на базе не самой новой архитектуры Zen 2 вместе с интегряшкой как раз таки на свежей RDNA 2. И последняя тащит. И тащит неплохо. Первые геймплейные тесты показывают, что поиграть можно в любую игру из Steam. Хотите помочить монстров в Doom, сидя на фарфоровом друге – не проблема. Скоротать время поездки в Cyberpunk 2077 – пожалуйста. Так что, повторюсь, мы живем в очень интересное время. Стоило прокатиться двум волнам майнинга, вымыть все дискретные видеокарты из магазинов, как производители быстренько под это подстроились. Сейчас уже язык не поворачивается назвать интегряшки слабыми. Да, ультрами с RTX он на ней не радует, но пройти любую игру на них вполне возможно. А ведь AMD еще подсуетилась с FSR – хорошая прибавка FPS в обмен на легкое мыло на любой видеокарте. Но что нас ждет дальше? Да, безусловно, Intel XE и AMD Vega хороши, но это быстро закончится, когда игроделы перестанут оптимизировать новые проекты под PlayStation и Xbox восьмилетней давности. С видеокартами тоже неразбериха. Да, цены на них падают, но отнюдь не быстро, и главы компании обещают, что дефицит в этом году не кончится. Интегрированная графика явно продолжит развиваться, и на это намекают свежие анонсы Intel и AMD. Как я уже сказал, DECNA RDNA 2 – это лишь первая ласточка. AMD готовит целую ватагу APU с интегряшками на этой архитектуре, которые легко оставляют в стороне линейку NVIDIA MX и даже навязывают конкуренцию мобильной GTX 1650. И это не шутка. Будущая топовая встроенная Radeon 680M получит 12 вычислительных блоков на RDNA 2 с частотой до 2,4 ГГц. Для сравнения, у RX 6500 XT вычислительных блоков 16, не намного больше, а ведь эта видеокарта худо-бедно, но способна тянуть современные хиты Full HD и на средних, и даже на высоких настройках графики. Понятно, что интегрированная Radeon 680M будет ощутимо ограничена медленной ОЗУ, но все еще AMD обещает двухкратный рост в сравнении с Intel XE – лучшим мобильным iGPU на данный момент. Более того, опубликованные тесты AMD относятся к мобильным Ryzen 6000U, которые серьезно ужаты в 28-ваттный теплопакет. Разумеется, в будущем компания представит и десктопные Ryzen G Series, RDNA 2, где и частоты будут выше, и TDP, и разгон ОЗУ возможен. Такие решения могут стать просто бомбой, способной уже не просто хоть как-то запускать новые игры, а тянуть их в Full HD с хорошими настройками графики и FPS. А что там Intel? Как я уже говорил, все силы они бросили на новые 10-нанометровые процессоры Elder Lake, так что UHD 770 в них – это по сути в три раза урезанная графика XE из ультрабуков. Это дало ей прирост в играх и местами вплоть до 30-50% в сравнении с UHD 630, но все еще даже GT 1030 оказывается ощутимо быстрее, а до решений на RDNA 2 им просто как до луны. Но с другой стороны Intel готовит дискретные видеокарты ARC. Нам обещают много вкусного уже во второй половине года. Это и производительность вплоть до RTX 3070, и поддержка трассировки лучей и даже умное сглаживание XE SS по аналогии с DLSS. Попадает ли такая графика в CPU? Официальный ответ – да. Компания уже показала аж 24-ядерный десктопный Core i9 следующего 13-го поколения. Нам обещают 8 мощных ядер на обновленной архитектуре, до 16 енотовидных ядер, а также интегряшки как раз на базе ARC. Никаких ее тестов пока нет, но видя, какой путь с iGPU проделала Intel всего за пару лет, легко предположить, что новинка сможет конкурировать с AMD Radeon 680M на равных. Вряд ли кто-то будет спорить, что мощные интегряшки – это хорошо. Майнерам они точно не интересны, а значит будут доступны обычным пользователям. Правда, пока нет полноценных тестов iGPU на RDNA 2, точно судить об их производительности сложно, одни утечки приписывают им чуть ли не уровень GTX 1060, другие ставят даже слегка слабее мобильной NVIDIA MX450. К тому же на деле игровой результат будет сильно зависеть от скорости ОЗУ и с DDR5 фпс может быть повыше. Но в любом случае уже хорошо видно, что новый интегрированный Radeon – это серьезный шаг вперед для iGPU, который всерьез позволит рассматривать такую графику как игровую. Будем надеяться, что Intel тоже родит что-то крутое на своей архитектуре ARC. Но, конечно, дискретные видеокарты дают куда больше и нужны не только для майнинга и игр, идеалом было бы прекращение дефицита и шахтерства. Кому будут интересны интегряшки, если RTX 3050 будут продавать по 15-20 тысяч рублей? Ну ладно, помечтали и хватит. Пока даже простые дискретные видеокарты стоят как зарплата среднего россиянина. Так что от интегрированного будущего нам никуда не деться. В нашем ролике «Путеводитель по интегрированной графике», который оказался достаточно популярен, мы подробно рассказали почти обо всех современных встройках, где какая стоит, что она может. Несмотря на то, что он вышел 10 месяцев назад, он еще достаточно актуален, так что рекомендую к просмотру. Я надеюсь, вам понравился этот исторический экскурс. Буду рад вашей оценке. Это был МК, меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Надеюсь, еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok